Старт, который определяет судьбу. Стена Губернского колледжа в 11 раз приветствует участников областного конкурса «Учитель года Подмосковья». Из 50 претендентов выберут 15 лучших. Все конкурсанты, профессионалы, у каждого свой опыт и методика преподавания. Лучшие учителя Подмосковья собрались сегодня в Серпухове. На торжественной церемонии открытия юные воспитанники Губернского колледжа создают праздничное настроение. Впереди три незабываемых конкурсных дня. Всех, кто собрался в зале, объединяет одно – любовь к детям и вечный творческий поиск. Поделиться открытиями и показать свое мастерство – главная задача каждого педагога. Уважаемые коллеги, я хочу тоже передать приветствие от нашего министра Ирины Александровны Каглюгиной с открытием нашего 32-го конкурса. Я каждый раз волнительно, когда приезжаю к Александру Ивановичу на конкурс, да и все еще на жюри, которые прошли большинство из них через конкурс, думают, ну кто здесь, вот он, кто она, он, конкурсант, который будет победителем. Не видно. Но через три дня, я думаю, что будет уже понятно. Все участники каждый день ищут новые изюминки в своей работе. Задача конкурсантов – провести такой урок, чтобы все забыли про звонок. В течение трех дней 15 лауреатов будет определено, а потом в течение двух дней, когда мастер-классы будут давать, педагогический совет проводят, будет определяться пятерка. А уже на третьем этапе, под председателем министра образования нашей, подмосковья Ирина Александровна Каглюгиной, там уже будет определен победитель. В том году он у нас встал математикой из школы Примако, и он сегодня уже тоже здесь работает в составе жюри. Сегодня Александр Ядрин работает в счетной комиссии конкурсом. Попутно вспоминает, как в прошлом году удалось стать номером один. На мой взгляд, секрет победы, по крайней мере в моем случае, это прежде всего искренность. Дело в том, что я тот педагог, который хочу показать именно свой стиль работы. Педагог, который не боится где-то ошибиться, а если ошибся, то признаю эти ошибки, понимая, что это дальнейший путь к моему собственному развитию. Члены жюри не бывают добрыми или злыми, как часто говорят. Есть такой стереотип, вот это злой член жюри, а это добрый член жюри. Нет, но чем больше опыт, тем больше, наверное, начинаешь хотеть помочь конкурсанту. Если у конкурсанта что-то не получилось, хочется проанализировать и подсказать, чтобы человек с конкурса уехал, как, знаете, с каким-то багажом, с приростом. Ну и вообще, я всегда оцениваю из одного единственного критерия. Вот их много, но такой основополагающий. Мне вообще интересно слушать этого человека. Вот мне просто интересно сейчас находиться рядом с ним или как-то нет. Учителя готовятся к первому туру, который состоит из двух этапов. На первом учителя покажут внеурочные занятия. Во вторник и среду самое сложное задание – уроки. Три дня усердной работы, но будет интересно. Александр Кочетков победил в Серпухове на муниципальном этапе конкурса «Педагог года-2021». Сегодня он, как и все конкурсанты, проведет внеклассное занятие. Как готовился? Да как обычно. Продумывал структуру внеурочного мероприятия, думал, что будет интересно детям именно. В данной возрастной категории несколько психологических аспектов обратно на подготовку. На победу настроен, сюда за другим не приезжают. Уже завтра начнется решающий этап конкурса – уроки. Класс учителя выберут сами, а вот тему занятия получат только накануне вечером. Итоги первого тура, где будут названы 15 лауреатов, подведут в среду. Пятерку лучших объявят в пятницу.